здравствуйте моя любимая я безумно рада видеть вас на своем канале тара солнце с вами евгения ваш личный таролог сегодня буду делать расклад на тему мужчину прорвало его честный разговор с вами для того чтобы ваша пара пришла ко мне на расклад предлагаю вам сосредоточиться на мыслях о нем представьте его рядом неважно были вы вместе когда-либо либо нет представьте будто бы он находится плечо к плечу с вами рядышком можете ментально к нему приблизиться взять его за руку настроиться ощутить его тепло тело такая идет информация прямо в данный момент для того чтобы вам помочь войти в дни энергии с мужчиной также можете представить до его внешность кто был рядом вспомните прикосновение определенные моменты которые вам приносили удовольствие счастье и радость пока вы настраиваетесь я хочу вас поблагодарить за лайки за комментарии все читаю все вижу приветствую моих новых подписчиков также конечно же благодарю моих постоянных подписчиков за то что вы со мной давайте смотреть какой мужчина пришел к нам сегодня назвали его имя до девчоночки дата рождения кто знает свое имя и дата вашего рождения и сейчас посмотрим в каких энергиях мужчина что-то он сегодня такой туда-сюда давай-давай каких энергиях вы сигнификацию сделать сразу пары познакомимся посмотрим что там у вас происходит мужчина вы и что между вами что между вами дополнительную на мужчину всегда делаю чтобы больше раскрыть его неважно общаетесь вы не общаетесь но в любом случае здесь идет речь о том что кто-то из вас лидер понимаете как либо же по жизни вы лидер либо же действительно занимайте какие-то лидирующие а знаете как это же общая сигнификация здесь вы два лидера два лидера по жизни вот такие вот ко мне пришли мужчины здесь слушайте что-то прямо конкретно рушится могу вам сказать ну здесь по сигнификации увижу что какой-то был период до у него тяжелый он разрушился и сейчас он либо же слушайте где-то сейчас четко выпивает весело проводит время вот знаете возможно мужчина вообще день рождения поэтому был какой-то период до монотонный который особо его счастья не доставляла и сейчас он счастлив что уже наконец этот привод разрушился закончился и сейчас он как-то весело проводит время либо же в компании либо же с кем-то либо же здесь не на день рождения да и понятно что расклад общий я общую информацию даю ну озвучиваю вам чтобы было более ясно если здесь возможно у него семейный какой-то праздник родственники например да если есть у мужчины вот у кого-то там ну идет информация про празднование либо же на работе здесь повышение либо же у вас какой-то определенный корпоратив возможно либо же приближается девчонки тоже идет об этом речь вселенной нет вчера сегодня завтра здесь есть вот момент недавнего времени поэтому здесь смотрите так либо же моих раскладов нет срока годности здесь например да новый год например 8 марта там у женский праздник да там они собираются на определенное празднование либо же здесь какой-то праздник даже связан с профессиональной деятельностью тоже об этом речи тип возможно здесь вообще на работе у кого-то у него из сотрудников празднества и они собственно собираются и прекрасно отмечает либо же это уже его причина да можно сказать он виновник торжества либо же кто-то кто находится в его окружении но в любом случае здесь как минимум девять человек то есть такая уже знаете компания есть поэтому сейчас мужчина в очень таких весело знаете как празднестных энергиях пришел ко мне буквально разрушился у него какой-то период застоя ограничений определенных и сейчас возможно в данный момент он сейчас действительно где-то праздную девочки поэтому такие вот энергии считываются давайте посмотрим что у вас происходит у императрица и тройка мечей но честно у вас вообще не то что праздника нет у вас сердце прямо болит у кого-то прям действительно болит сердце реально кто-то принимает определенное лекарство кто-то здесь с давлением имеет проблему кого-то она либо повышенная либо пониженная и вы тут должны постоянно как-то следить кто-то лекарство принимает кто-то же вот разнервничался вот идет вот такая вот информация либо же кто-то вас знаете довел до этого состояния либо же вы вот через свои сердечные дела как-то сейчас находитесь немножко ну мягко говоря немножко в нестабильном таком состоянии тем не менее вы выходите в энергиях императрицы здесь возможно моя красотка да вы меня все красотки самое лучшее возможно вы замужем либо же вы несете ответственность возможно у многих есть детки внуки у кого нет детей и внуков здесь и домашние животные даже это растение за которым вы следите и поливаете тоже любом случае она зависит от вас понимаете вы несете ответственность домашние животные кто-то даже идет информация прям у кого-то прям много домашних животных знаете как-то идет кури козы ну вот честно такое тоже идет расклад общий каждый слышит свои в любом случае здесь вы такая стабильная надежная вот вас ничем в этой жизни уже не сломить вот уже почему-то идет слова знаете вы себя сделали сами вот такая информация что между вами ой тут знаете как между вами сразу могу сказать мужчина тут в сомнениях по и появиться проявиться ли к вам либо же здесь мужчина кому-то проявился а вы еще думаете отвечать тебе или нет стоит ли двигаться с тобой дальше в отношении или уже не стоит это ветер перемен или же это опять очередь очередной да буквально замкнутый круг который у вас уже возможно у многих повторяется знаете по кругу ситуации вы уже приблизительно даже себе понимаете вот что было вот что будет поступки отвечу что ожидать следующий шаг от тебя то здесь уже и думаете а стоит ли мне вообще делать этот шаг для продвижение и будет ли это продвижение с ним но мужчина здесь у многих еще до 50 на 50 идет информация у многих здесь мужчина колеблется по карте мечевой это сообщение звонок связь разговор воздух понимаете здесь либо позвонить думает либо написать думает здесь идет об этом информация так давайте смотреть что же он тут хочет сказать в чем его тут прорвало вот кстати по сигнификации здесь и хорошо показывают мне карты что здесь мужчина находится в этом дан двояком положении и думает что же что же что же девочки конечно же я здесь у меня присутствуют мои необыкновенные руны я сейчас хочу сказать что мы обязательно в конце расклада посмотрим совета труд как обычно они здесь находятся заряжается энергией пары поэтому все посмотрим все узнаем что хочет нам вселенная передать дополнить либо ожидать совет через руны в конце расклада а сейчас так настраивайтесь на него и спросите почему тебя прорвало что у тебя там такое случилось пока я готовлю колоду я хочу пригласить вас подписаться на мой инстаграм телеграм фейсбук канал и ссылочка в закрепленном комментарии там у нас немоверно интересно я ежедневно делаю расклады разбираем очень интересные необыкновенные темы девчонки делятся также своими ситуациями руны рунические ставы и много очень интересной информации поэтому приглашаю вас подписывайтесь ссылочка закрепленном комментарии давайте смотреть что ты хочешь сказать давай давай так здесь мужчина кто был вместе смотрите он здесь вспоминает моменты он год и кто в свой на это кому снится прямо как вы были с ним вместе и он прямо мечтает эту ситуацию что в реальность превратить кто раньше был вместе здесь воспоминания сны вот здесь он говорит и мне приснилось прямо при нашей встрече которая встреча кто был вместе была в каком-то месте по троечке кубка где люди весело проводили время то есть здесь возможно праздник был либо же какое-то место отдыха либо же какая-то компания дискотеки клубы музыка вот здесь идут огни и подсветка понимаете как у кого-то в это время было полнолуние а у кого-то была половинка вот только луны видно понимаете как мне здесь показывают карты и он говорит я когда когда проснулся буквально окнувся в эту атмосферу так будто бы ты была со мной рядом я буквально ощутил аромат твоих волос кто не был здесь вместе здесь мужчине приснился сон что вы проводили время с ним вместе и причем это было настолько реально что человек проснувшись еще немножко себя приходил и и наслаждался вот этим моментом знаете как после сна помнил этот сон и прямо ощущение в вас вашей кожи ваших волос и вот настолько реальный он у него был что здесь человек просто смаковал знаете после того как проснулся вот эти все ощущения вас он так мне передает что ты еще хочешь сказать что тебе прорвало что у тебя там прорвало давай рассказывай слушайте он когда говорит я на работе работаю я постоянно улетаю буквально с мыслями о тебе я работаю с мыслями тебе и причем он говорит здесь нужно у него такая работа где нужно вот как-то сфокусироваться как-то четко следить за своими действиями причем здесь какая-то работа у человека монотонная он говорит что ты делаешь ты постоянно находишься буквально образом в моей голове в моих мыслях и самая основная идея идет ваша то есть здесь работа уходит не то что на второй план на 42 план вы просто сейчас заполонили его у здесь мужчина видит какие-то радужные цвета энергии либо же у мужчин вообще радугу вот только недавно видел как вообще здесь не обязательно радугой на небе здесь даже возможно стоит бокал например с какой-то жидкостью либо стакан с водой идет солнечный свет отражение идет на столе причем здесь мужчина действительно на работе пьет там или чай или кофе здесь есть эта информация и он даже в паре когда солнечный луч проходит он видит отражение радужное представляете как даже такую информацию таро раскрывает через мои освещения давай что еще расскажешь что там тебе еще происходит по поводу красотки конечно же ну говорит какая-то магия между нами есть и я не понимаю что ты делаешь со мной но ты управляешь моим мыслями моим ходом мыслей опять верховная жрица понимаете как тасу не тасу а все равно идет эта информация слушайте вы на мужчину имеете очень сильное воздействие знаете в это или нет вы выходите в королева во-первых пентакливая возможно вы земного знака зодиака да там выходила первая императрица на вашей сигнификации первая уже в раскладе вышла пентакливая королева либо же здесь вы замужние либо же здесь вы как-то стоите на ногах крепко по жизни работа вот у вас есть определенное задание вы любите заботиться любите цветы любите уют комфорт чтобы дома было все почему-то здесь пахло аромат девчонки у кого-то действительно что-то сейчас пахнет какими-то розовыми цветами возможно у вас парфюм с розовыми нотками возможно вы только с душа и такая благоухаете либо у вас свежитель воздуха в помещении где вы находитесь тоже вот такой нежный нежный идет не знаю кто-то в только уборочку возможно сделала либо кто-то окошко открыл что свежий вот такой вот воздух зашел прям чистота вот идет зеркальная частота вот такое вот слово давайте смотреть а им говорит что ты управляешь моей мыслями а я не могу понять как ты это делаешь я не могу я нахожусь в ограничении то есть он вашими мыслями управлять здесь не может здесь вас сила вас это магия буквально он говорит как ты этому научилась как ты делаешь буквально моя голова находится отдельно от То есть ты управляешь, ну почему-то понимаете, он говорит, что вы управляете, что это не его идея, не его мысли. То есть человек здесь чётко осознаёт, что вот даже когда ему нужно на работе сосредоточиться, здесь он не может это сделать. И поэтому он тут возмущается мне просто, понимаете, как ты это сделаешь? Как ты вроде бы связан в определённых ограничениях находишься, кто-то здесь на расстоянии, кто-то здесь не общается, кто-то здесь физически даже не разговаривает. Он говорит, как, у тебя буквально руки связаны, ты же не можешь это делать. Но тем не менее у тебя есть какая-то волшебная палочка в руках, которой ты управляешь моими мыслями. Не знаю, почему у меня сейчас горят щёки, это очень странно. Обычно у меня ничего не горит, девчонки, это ваши ощущения. Напишите мне, у вас щёки горят или у вашего мужчины? Он, слушайте, говорит, что я в любом случае не могу себя долго сдерживать, и рано или поздно я к тебе приду, я к тебе прорвусь. Здесь по восьмёрочке кубков, это карта ухода, но с перспективой возвращения. И здесь мужчина придёт к вам. Посмотрите, как он стоит у двери уже буквально. Почему, когда я на склад делала вначале, там шла информация, что вот он в подвешенном состоянии, чтобы уже проявиться к вам. Но здесь по дьяволу его так кроет, что здесь дьявол и маг. Понимаете, здесь такой комплект просто термоядерный. Теперь я понимаю, почему ему голову сносит. А здесь человек реально не может ни на чём сфокусироваться вообще в своей жизни. Потому что, почему? Потому что ваша энергия настолько сильно переплетается, что здесь он уже не может ни то что ничего делать, он уже сфокусироваться не может ни на работе, ни на других жизненных ситуациях. У вас идёт вот такая вот информация, что 24 на 7, 24 на 7, у него так точно. Сплю тебя, вижу, просыпаюсь, иду на работу, работать не могу. Ты находишься в моих мыслях, в моей голове, управляешь моими мыслями. Я не могу сам себя сосредоточить ни на чём. Потом опять ложусь спать и опять 45 вижу тебя, как в реальном времени. Вот в таком вот состоянии. Почему он здесь и показывает, что по восьмёрке мечей я ограничен, я не понимаю, что мне делать. И у меня вот эта ситуация идёт по кругу, по кругу, по кругу. То есть повторение идёт постоянно. Так. Честный разговор. Признавайся. Не хочет признаваться, семёрочка мечей мне показывает. Он говорит, я не хочу признаваться, что я дурак, девочки. Ну вот так идёт, семёрка мечей и карта нулевого аркана, дурака. Сам себе боится признаться, что он дурак. А почему, почему ты так говоришь? Потому что на протяжении длительного времени, смотрите, мужчина у вас не был постоянным партнёром. Здесь не тот, с которым отношения развивались постоянно и сейчас у вас какая-то там загвоздочка. Нет. Здесь на протяжении длительного времени он вам не давал никакой стабильности. Он вам не давал никакой уверенности. Он вас сводил вот в это двоякое состояние. Хотя вы истинно понимаете, верите, чувствуете, ощущаете, вы слышите свою душу. У вас прекрасно развита интуиция. Не зря два раза буквально на дне колоды была верховная жрица. То есть здесь вы знаете всё без подтверждения в реальном времени. А в реальном времени от него не было уже на протяжении длительного времени никаких предложений, никаких осознанных шагов к вам. Потому он себя чувствует дураком. Потому что вам-то он на самом деле ничего и не давал, понимаете как. Сам полон любви. А почему, почему у тебя такое вот состояние? Почему ты тогда не давал ничего? Почему ты по карте умеренность на протяжении длительного времени вообще не появляешься, не проявляешься, не даёшь. По пентаклевой карте здесь вообще идёт какой-то взаимообмен. Здесь нет у вас взаимообмена на протяжении длительного времени. Почему? Почему? Потому что вы какая-то с другого мира, понимаете. Он говорит, к тебе нужно двигаться. Даже если вы рядом живёте за соседними стенами, вы абсолютно с ним разные. У вас разное развитие, у вас разный уровень жизни. Вы та, которая может строить свою реальность и воплощать её в реальной жизни. То есть вы понимаете чётко, что вам надо, и вы получаете это. Здесь для мужчины, конечно, это преткновение, камень преткновения. У многих расстояние, что нужно двигаться. То есть вы не можете вместе договориться, встретиться. А кто не на расстоянии, здесь идёт разделение вас, понимаете. Он на вас может смотреть только со стороны. Почему? Почему по девятке мечей? Что с тобой? Он вас считает выше себя. Выше себя намного. Он не достоин вас. Вот об этом он и говорит. Вы, Верховная Жрица, естественно, вы управляете жизнями людей. Кто-то, ну как, да, в чём речь? У кого-то, кстати, есть наколочка, либо что-то на руке есть, родинка, родимое пятно. Кто-то вообще недавно обжёгся, тоже шрам вижу здесь, может быть. Он говорит, я не достоин её. Она настолько мудра, она настолько неимоверна, понимаете. Вы просто считываете энергии. Кто-то прямо видит цвета энергии, я знаю, о чём я говорю. Кто-то видит потоки энергетические, причём сине-фиолетовые идут они. Вы прямо ощущаете. К вам идёт информация напрямую от Вселенной. Я прям вижу вот сверху, вот кто-то ощущает. Почему показываю, почему рассказываю, почему объясняю настолько детально. Потому как я знаю, во-первых, о чём я говорю. И вам хочу донести чётко и ясно, как человек получает информацию через, как это ощущается даже физически. Поэтому слушайте, естественно, каждый своё. Но тут очень такой ёмкий идёт пласт, который я хочу передать максимально вам, чтобы вы поняли. Ну, конечно, вы верховная жрица, а он дурачок выходит. Как? Как? А не как? Потому что он говорит, я недостоин. Ну и что? Хорошо. Вот ты такой недостойный страдаешь. Не даёшь стабильности. Не даёшь никаких чётких, ясных действий. Считаешь красотку мою неимоверной галактической, буквально, вселенной, которая присутствует в твоей жизни. Ну и что дальше ты планируешь, собственно, делать? Давайте уже так продолжать. Что? А здесь он собирается рушить вот эти вот свои энергии мечевого короля, который на протяжении времени как-то говорил, но не делал, девочки. В любом случае здесь были обещания с его стороны, но обещаний он не оправдал. Карта башня, собственно, и показывает, что говорил, да не сделал. И что? А что дальше будешь делать? У кого-то прям был разговор о том, чтобы расстояние как-то сократить, кто-то о встрече договаривался, кто-то здесь мечтал о времяпровождении под луной, но это не свершилось. Хорошо, дальше что будешь делать? Во-первых, он как минимум трансформируется, причём очень сильно, через боль, через страдания, через переживания. Здесь он скупковый выходит сразу в... Тут осознание у него неимоверное просто происходит. Слушайте, девочки, здесь трансформация у него снизу просто идёт. И снизу вверх, вы знаете, с нуля, если от нуля до ста, вот с нуля сразу в сто. Вот он тут не по ступенечкам растёт. Здесь такой скачок, что аж голова у человека кружится. Я прямо вижу, чувствую, ощущаю на себе во время расклада, что он настолько ловит такие инсайты, что здесь, если есть возможность у мужчины, он даже старается меньше передвигаться ногами. И вот здесь либо какой-то способ передвижения он выбирает. Потому что голова кружится у него. Потому что резко прилетело. Очень. Через любовь, через чувство он кубком выходит. Он говорит, я буквально осознаю, насколько сильно я был неправ. Ты та, как золотая рыбка буквально, которая дана избранным. И сейчас он это осознаёт. Сейчас он это понимает. Так, и что дальше? Ну и выходит мой кубковый король, который, собственно... Ну слушайте, ого! Тут прямо опять моя любимая парочка пришла. Опять неимоверный расклад, девчонки. Ну кубковый король собирается воплотить свою мечту в реальность. А в чём заключается его мечта? Я тут параллельно спрашивала, пока карты доставала. А прийти с вами в десяточку пентаклей. Что такое десяточка пентаклей? Ну прям мудрец, девчонки. Вот когда у вас будет встреча с ним... А у вас будет встреча с ним. Потому что вы смотрите этот расклад. Вы его прям не узнаете. У кого-то внешний мужчина изменится. У кого-то он просто с этого мальчишки... Хочу, чтобы вы видели. Мальчишки. Превратится прям в старца. То есть здесь... Ну возможно у кого-то, кстати, и поседеет мужчина. Но основная информация... О, у меня прям ноги все в мурашках. Вау! Ваш кубковый король, красавчик, трансформируется настолько, что вы его буквально не узнаете. Здесь как внешне может быть, так и внутреннее ощущение, видение мира, суждение, разговор, фразы, выражение. Это все оно. Но здесь человек конкретно настроен на создание брака с вами. Союза, причем плотного, почему-то идет информация. Стабильного. И у многих здесь, посмотрите, ребеночек, который буквально собирается по лестничке, ползет, лезет, добирается в небеса, неземной ребенок. Здесь речь идет о том, что у пары может родиться и родиться ребенок, та, которая в детородном возрасте. Здесь ребенок родится, мальчик. Он будет галактическим, неземным, одаренным, иным. Он будет знать, ощущать информацию, то, которое идет буквально дарами от Вселенной к нему. И вы дадите ему жизнь. Он будет в юном возрасте знать, владеть информацией, такой, какой люди владеют уже в преклонном возрасте. Понимаете, здесь именно идет информация о том, о том, что он мал, но он настолько мудр и умен, как старец, который уже обладает жизненным опытом. У кого вопрос с детьми сейчас закрыт, кто не планирует, не может в определенную силу каких-то определенных ситуаций, здесь идет информация о том, что вы можете создать свое дело, которое будет настолько нереальным, иным. Либо же это будет уникальное дело, которого раньше еще никогда не было. То есть здесь буквально подниметесь до небес, будет оно настолько прибыльным, настолько шикарным, неимоверным, что даже сравнить не с чем его будет, потому что оно будет уникальным. Ну, представляете, прорвало так прорвало, обалдеть. Но тут конкретно прорвало, потому что здесь трансформация, я сразу говорю, спожа и выходит сразу на максимальный уровень. Здесь реально прорвало, здесь просто взрыв мыслей, вулкан эмоций, ощущений. И здесь почему он и говорил, что ты управляешь моими мыслями, что здесь резко на человека нашло такое озарение, что он ни на работе не может сфокусироваться. Здесь у него 24 на 7 идет просто взрыв мозга от Вселенной. Да, он говорит, ну не говори, вообще ситуация так изменилась, жизнь изменилась. Он говорит, раньше был слепцом, который боролся с тенью, боролся с тем, чего нет, потому что глаза-то более закрыты, а сейчас что? А сейчас все стало на свои места. Я набрался опыта, теперь я смотрю на ситуацию абсолютно с другой стороны. сейчас, он говорит, у меня абсолютно иные приоритеты. Почему-то здесь идет какая-то борьба с тенью, борьба с призраками. То есть здесь мужчина, знаете, такой фантазер, вот сам себе придумал, сам себе испугался и сам себе борется вот со своими какими-то мнимыми страхами. но сейчас этого не, сразу говорю. Сейчас уже меняется мировоззрение, у него третий глаз буквально открылся. А раньше у него реально, у него, во-первых, все девушки, женщины были на одно лицо. Вот у него раньше не было такого, чтобы кто-то был уникальный. Для него они все были, ну вот, что Маша, что Даша, что Глаша, в принципе, без разницы. все, ну вот, я же говорю, он даже различия между ними не проводил. А сейчас что? А сейчас, девочки, плохо ему. А, а теперь он понял, знаете, что, девчонки? А теперь он страдает, потому что себя он видит в роли, да, императора, вас в роли императрицы. А между вами пятерочка кубков, страдания, переживания. Почему? Молчит. Потому что нету связи, нету разговора, нету общения. Ну, почему же ты не общаешься? Скажи тогда. Придет время, скажи, девочки. Придет время. Дайте время. Всему свое время, и вы пожнете буквально эти плоды. Мужчина к вам придет с чувствами, он придет. Причем на энергиях, знаете, каких жезловых, горячих, страстных. Здесь не конкретно жезловые по поводу его определенных органов, нет. Здесь вот настолько будет внутренний порыв, что он не будет планировать, честно, вот свое проявление к вам. Здесь, возможно, кто-то под действием определенных напитков появится, проявится, кто там уже, что выпьет, у каждого свое, да. Но здесь также идет информация, что кто-то здесь выпивает алкоголь, кто-то выпивает какие-то седативные, кто-то выпивает вот чай, кофе для того, чтобы как-то себя привести в порядок. У каждого какое-то лекарство вообще принимает, девочки, чтобы прийти как-то в баланс, потому что кроет здесь его, кроет. Придет, появится, появится, напишет вам. Сейчас у него очень сильная внутренняя борьба. Вот честно, вот на данный момент он хочет вам передать, насколько ему сложно, тяжело, он, вот честно, дня белого не видит. Вот у него что утро, что в обед, что вечер, и ничего не меняется. Он сейчас как-то в затворничестве. Здесь мужчина находится в определенных каких-то ограничениях, причем он сам себе их создал. Здесь он не хочет как-то не выходить никуда, не делать. Ну, собственно, с этого и начиналась его сигнификация, где было показано, да, по пятерочке тоже. Дурно, ничего не хочется, вот сейчас у него там какое-то празднество определенное, которое его буквально вывело с этого состояния. А потом он опять, знаете как, в это все опять окунется. Говорит, нет, так не будет всегда. Я выйду с этого состояния, когда она будет со мной. Когда вот у вас будет коммуникация, у вас будет разговор, у вас будет в любом случае встреча, он говорит, тогда все изменится. Ну, какие вы шикарные. Посмотрите на эту карту, я ее так обожаю. Какая она красивая. Здесь у любови, страсть и жар. И кто-то узнает здесь своего мужчину, кто-то узнает в этой энергии, да, себя, вашу пару. Вот прям я специально вам показываю, чтобы вы ощутили вот эту неимоверную энергию. Просто она здесь волнами буквально находится, и я ощущаю это все. Что еще скажешь? Давай, ты любимая моя. Ну, что он тебе скажет? Обалдеть. Ты любимая, ты мой весь мир. Ты та, ту спинтакливой девочке, которая осуществила все мои мечты, фантазии, в реальность их воплотив. Кому это мужчина говорил? Прямо реально, словами. Кому не говорил? Девчонки, кто-то во снах это, кстати, видел, слышал, тоже идет такая информация. Кому-то инсайты приходили. Что он хочет передать? Сразу же он мне выдал кубковую королеву и ту спинтакли. Ты единственная одна любимая в моем сердце, в моей душе, он говорит. Я наполняюсь тобой. Без тебя я пуст. Да, я медленный. Тут эта черепашка, которая возле этой королевы сидит. Да, я очень медленный. Отношения развиваются безумно медленно. Иногда кажется, что вообще не развивается. Зависли. Повисли. Но знаете, что он полон чувств к вам? И вы единственная и лучшая. Ну тут он вас, в принципе, парой показывал. Император, императрица. Вы буквально держите этот мир на ладошке. Вот так вот передает, девчонки. Давайте еще посмотрим, что руны хотят. дополнить, передать вам. Сегодня, ну такие, знаете, энергии очень теплые, очень нежные, умиротворенные, честно. Я не знаю, либо там он что-то принимает, такое, что он там такой спокойный, прямо, либо же сейчас человек вообще может спит, либо по действиям определенных, что здесь, вот знаете, внутренние ощущения от этого расклада, вот все равно все будет хорошо. Вот придет просто время, знаете как? Всему свое время. Есть такое выражение. Вот здесь конкретно фонит вот эта вот энергия, эта информация конкретно на этом необыкновенном освещении. Давайте посмотрим, что руны хотят добавить по поводу вообще вашей ситуации с этим мужчиной. Давайте так посмотрим, кто там сейчас страдает, кто страдает, прям совсем. Что он хочет добавить с мужчиной? Ну, отлично. Смотрите как. Эта руна означает дуар, который наполняет душу радостью, счастьем, долгожданное приобретение. Да, собственно, о чем я и говорила, что придет время, всему свое время. Вот идет эта информация с рунами, без рун, с картами, без карт. Я просто ощущаю эту энергию здесь, которая находится и передаю это через себя, через свое внутреннее ощущение. А карты и руны уже мне, собственно, и подтверждают мои внутренние переживания, которые вы в паре несете. Также эта руна говорит о том, что через духовное искание, через ощущение этого мира, через интуицию, как я и говорила, девчоночки, что вы уже знаете, без слов, вы ощущаете, вам в реальной жизни подтверждение не видите, но внутренняя уверенность настолько сильна, что здесь ее ничем невозможно поколебить. Вот так вот. Благодарю руны, благодарю пару, которая пришла ко мне на расклад. Благодарю вас за донаты, девчоночки, на эти деньги куплены свечи, новые карты, деньги идут на развитие нашего канала. Как мне отблагодарить, в описании видео есть закрепленный комментарий, там есть ссылочка. Благодарю вас за ваше участие, благодарю, что вы со мной. Пусть вам все вернется все в тысячи раз. Большая Вселенная всегда все видит, поддерживает и дает награду в тысячи раз больше тем, кто помогает. Пусть все вам вернется добром, любовью, счастьем, исполнением ваших желаний. Всех люблю, обнимаю. Ваша Альма. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok